Вот такой вопрос. Человечество тысячелетиями сталкивается то, что сильнее его, быстрее и так далее. Кирпич твёрже человеческой кости, железо плотнее, у животных мышцы позволяют передвигаться им быстрее, чем человеку и так далее. Механизм, он остаётся механизмом, неважно с какой скоростью он работает. На мой непрофессиональный в данной области взгляд, принципиальное отличие всё-таки лежит в самоосознании чего-то. Вот возможно ли самоосознание механизма, если возможно, на каких принципах, и существует ли некое научно обоснованное предсказание того, когда это может произойти, если это может в принципе произойти? Вот я сознательно избегала этого кошмара, да, но сожнуть не удалось. Собственно, чего боятся помимо всего? Эти пугалки про восстание машины, им действительно десятки лет, это не новая история. А вот чего мы действительно боимся, это если у искусственного интеллекта появится сознание. Вот тут и начинается. Потому что, а что такое сознание, хотелось бы узнать. Поскольку я в этих заворуках принимаю участие регулярно, я знаю точно, что не только никакого консенсуса нет, а полнейший бардак. Потому что сознание понимается, вот такой диапазон от того, что сознанием обладает любое живое существо и даже не существо, а отдельная клетка, это вообще туши свет, до рефлексии и тогда сознанием обладают люди, и скажу я высокомерно, не все, а небольшой процент. Так нет, ну подумайте, много людей на земле, которые вообще обсуждают то, что мы сейчас обсуждаем, или хотя бы один раз в жизни об этом задумались, их единицы. Тогда мы должны вывести за пределы сознания всех детей, всех высших животных, включая дельфинов, про которых я даже не хочу начинать. Они живут знаете сколько? 60 миллионов лет. 60 миллионов. А мы знаете сколько живем? 250 тысяч, точка. Поэтому чего у них там в голове? Я работала с дельфинами, это вообще. У них мозг, похоже, сложнее, чем наш. Он очень большой, но большой не важно. Важно не большой, а важно сложный. Это я так долго на ваш вопрос отвечаю, потому что где критерии? Мой вопрос был вот какой. Моим же коллегам. Мы переругали все в пух и прах уже много раз. Мой вопрос был такой. Я каким образом... Есть такая проблема в этой науке, которая называется... Это как бы модель такая, модель зомби. Если перед вами стоит человек, который точно как человек, вот все в нем, ведет себя как человек, говорит все, но только мы знаем, что он программа, что он не настоящий человек. У нас есть шанс узнать, кто программа, кто нет? Отвечаю, нет. Поэтому мой вопрос моим коллегам был такой. Сознание – это функция сложности? То есть растет, растет, растет. Это все там кошки, мышки, бабки, репки, Эйнштейн. Все, появился серьезный мозг с сознанием. С сознанием. Значит, вот система... Это прямо про искусственный интеллект. Система доходит до какого-то порога сложности, после чего там автоматически появляется сознание. В этом случае у нас нет оснований считать, что это невозможно. Это первый вопрос. Второй вопрос – это... А как мы про это узнаем? У нас есть шанс про это узнать? Вот когда-то на заре всех этих систем, разговоров с компьютером, была такая программа, может быть, многие помнят, Алиса она называлась, она была простейшая. Но это на тему тьюринга, как бы, если, кстати, у меня другая есть идея, я об этом даже где-то писала. Многие ли люди думали, я пройду тест тьюринга? Такой вопрос есть. То есть они люди или не люди? Если с этой системой был простой разговор, то есть нужно было понять, ты разговариваешь с машиной или не с машиной. Она очень правдиво отвечала. Ты ей говори, как дела? Она тебе говорит, как дела? Она задает тебе вопрос, ну а как у вас в семье, все ли у вас хорошо? Да нет, вот как-то у меня с родителями отношения не очень. С отцом особенно мне сложно разговаривать, она говорит, ой, надо же, и у меня тоже, ой, с отцом такие проблемы. Вы же понимаете, что сделать такой диалог 4 минуты, он очень прост. Более того, люди страшно были довольны после разговора с этой примитивной Алисой, потому что никто не хотел слушать про их проблемы с отцом, кроме этой железяки простой, у которой более того, она не только его слушать готова, у нее у самой такие проблемы с отцом, то есть все в порядке. Так вот я к чему говорю, это простая вещь, а вот это вот сложная вещь. Как мы узнаем про это, если не дай бог? Эта штука действительно получит самосознание, рефлексию. Что это значит? Это значит, что у нее будут собственные планы, собственные мотивы, собственный план жизни на этой планете, и мы в него не входим. Есть несколько серьезных фильмов, хотя я вообще не люблю такие вещи, не смотрю никогда, но был хороший фильм «Льюси» или «Люси», помните там? Да. Там было несколько смешных вещей. Я была на премьере, российской премьере, я вообще очень редко хожу в кино, сидела в кино, там днем мало народу было, и вдруг слышу, сзади голос говорит, сценарий Черниговская писала. Я думаю, о, слава! Ну, в общем, я к тому, да, если без смеха, то там много серьезных вещей. Был интересный фильм «Трансперенси», по-моему, он назывался, когда человек превратился в сеть. Помните, он себя перевел в сеть. Это все игрушки, конечно, и Голливуд, но они такие, не без намека. То есть, удастся ли нам узнать, понимаете, если это зараза, которую мы делаем, если она действительно будет иметь собственные планы и мотивы, то мы ей явно не нужны. Она скажет, что это вообще они тут. И у нее будет, почему я говорю у нее, я не знаю, не из политической корректности точно, а будут много возможностей, например, в геном подсунуть чего-нибудь, или какую-нибудь там саранчу сделать, чтобы она плодилась так, чтобы ее стало 100 миллиардов, там она просто все сожрет, вообще есть нечего-нибудь. Электричество можно там поработать с ним. То есть, много есть штучек. Но я не хочу ужаса нагонять, но я хочу сказать, что это проблема. Это проблема, мы можем про это не узнать. Или когда вдруг осознаем, то... А мы сами-то, понимаете, я же не даром так долго входила в... Мы сами-то уверены, а вы уверены, что это все в порядке? Я, например, не уверена. Может быть, мы совершен... Создатель сделал совершенную программу. Со всем антуражем, так сказать, тела, там, органы чувств. Это же все возможно сделать. Это вопрос просто небольшого времени. Вот с рефлексией, вот с этим самоосознанием, вот это да. Посоздайте человека.